Я хочу рассказать некоторый такой классический элементарный сюжет из области, который называется символическая динамика. Эту область придумали Хедлунг и Морс. Сейчас я возьму бумажку, чтобы не переврать какую-нибудь букву, потому что произносится так. И Морстон Морс в конце 30-х годов прошлого века, 20-го века. Значит, это наука, ну что такое символическая динамика, так совсем в общих чертах. Гораздо чаще динамику, то есть эволюцию каких-то моделей описывают с помощью уравнений. Иногда люди отказываются от уравнений в пользу, ну, дискретизируют время, то есть рассматривают не непрерывные изменения системы, а ее изменения шаг за шагом. И таким образом рассматривают просто отображение какого-то вот пространства, которое изображает состояние системы в себя. А символическая динамика, в ней дискретизировано как бы все, и пространство, и время. То есть символическая динамика рассматривает последовательности бесконечные символов из какого-то конечного множества, которые каким-то образом моделируют эволюцию какой-то системы. Ну, самое простое, что можно представить, например, рассмотрите бильярд в многоугольнике. То есть у вас есть многоугольник, стороны которого являются зеркалами, вы выпускаете луч света, он как-то отражается. И вы можете записать последовательность, пронумеровать зеркала и написать их номера, в каком порядке мы отражаемся от этих зеркал. Вот эти последовательности, они будут очень сильно зависеть от многоугольника, который вы взяли, и будут, может быть, в каких-то случаях вы сможете просто этот многоугольник восстановить. Вот. Но об этом примере речь практически идти не будет. Я расскажу вот про один конкретный пример так называемых слов Арнур-Ази. Сейчас, довольно скоро я дам определение. Которые удивительным образом оказываются связаны с совершенно разными областями теории динамических систем. И вот об этом я тоже где-то, может быть, чуть-чуть упомяну. Значит, давайте вот простейшее наблюдение, просто для разогрева. Допустим, мы будем рассматривать последовательности бесконечно в обе стороны. То есть вот А-3, А-2, А-1, А0, А1, А2 и так дальше. И называть их словами. Не последовательности я буду говорить о словах, запятых, соответственно, ставить не буду. И буковки, которые тут стоят, будут обозначать элементы какого-то фиксированного множества, которое будет называться алфавитом. Здесь, в принципе, есть две конфессии. Рассматривать слова, которые бесконечны в обе стороны, или которые начинаются с нуля или с единицы и продолжаются только вправо. В тех вопросах, которые я буду обсуждать, по существу разницы большой нет. Но некоторые формулировки конкретных утверждений для таких дважды бесконечных слов и бесконечных в одну сторону могут чуть-чуть отличаться. Поэтому, если вы откроете другой источник, там рассматривать слова бесконечные только в одну сторону, какие-то нюансы могут отличаться. Но существа явлений, как правило, нет. Вот представим, да, и рассмотрим. Вот нам очень важно будет смотреть на такую функцию. Допустим, слово зафиксировано, и мы рассматриваем такую функцию от натурального n. Это число... Тут с терминологией есть проблема, что по-русски литературы почти нету на эту тему, поэтому я не уверен, что терминология всегда будет выбрана наилучшим образом. Число факторов, число различных, различных факторов или подслов длины n. Значит, что имеется в виду? Под словом или вот по-английски просто фактор говорят. Значит, имеется в виду фрагмент этого слова длины n из идущих подряд символов. Значит, важно, что идущих подряд, потому что когда говорят вот в матанализе, очень любят подпоследовательности. Там вы выбираете элементы произвольным образом. Здесь мы будем выбирать только подряд идущие элементы. Вот рассмотрим такую функцию от натурального числа, которая считает, сколько всего различных, попарно различных отслов длины n можно в нашем слове найти. И первое наблюдение, ну, собственно, вот там первая работа Хэтленда и Морса, она в ней там на одном из первых мест это наблюдение, собственно, и присутствует. Значит, если для некоторого n мы обнаружим, что f от n плюс 1 равно f от n, то последовательность периодична. Давайте эту последовательность, ну, а эта последовательность у нас называется слово, поэтому она будет называться w. Значит, если то w периодична. Периодично даже можно сказать, что с периодом не больше, чем то ли n, то ли n плюс 1, не суть важна. Значит, откуда это следует? Да, и вот здесь, если бы я сказал, что у меня последовательность бесконечна только в одну сторону, то я бы формулировку эту чуть-чуть поменял. Я бы сказал не периодично, а периодично, начиная с некоторого места. Ну, откуда это следует? Давайте рассмотрим, это, в принципе, можно и так понять, но мне эта конструкция дальше понадобится. Рассмотрим такой граф, gn. Для каждого натурального n, вершины которого, значит, это граф, у которого вершины, это слова, подслова, подслова длины, подслова длины n, а ребра, вот мы имеем ребро из вершины u, вершины v, ориентированные причем. Ребра у нас будут со стрелочками. Если конец слова u совпадает с началом слова v, конец и начало без одной буквы. То есть, если u с какой-то буквой a равняется b, а, извините, наоборот, ровно наоборот. А, нет, не, правильно, все хорошо. u, лучше вот так, u, b равно a, v. Значит, u, a и b это некоторые буквы. То есть, вот, понятно, да, у нас есть слово u, а слово v получено из него дописыванием справа какой-то буквы и стиранием слева первой буквы. Вот нарисуем такой граф. Тогда в нем получается... Так, тут была мокрая тряпочка, вот она. Значит, в нем получается... Для вот этого n в нем получается... Значит, заметим вот что, что каждое ребро соответствует слову, фактору длины n плюс 1. Правильно? Вот ребер будет ровно столько, сколько факторов длины n плюс 1. Получается, что для вот этого n, для которого имеет место равенство, данный граф будет содержать равное число вершины ребер. Вот. Из каждой вершины, получается, у нас из каждой вершины должно выходить ребро. И в каждую вершину должно входить ребро. Поэтому и между любыми вершинами должен быть какой-то путь, потому что все эти вершины соответствуют подсловам одного и того же бесконечного слова. Да. А мы ребро проводим, если у нас в интернете только один вопрос, или если просто не попадают в эти слова? Мы проводим ребро. Мы проводим ребро. Если в нашем бесконечном слове есть два вот таких подслова. А, ну вопрос. Они должны присутствовать здесь. В этом вопросе, да? Нет. В том слове, там знали, что там, что есть, про каждую вершину, но вы не понимаете, что это не понимаете, что они не понимают. Это правильный вопрос. Это правильный вопрос. Это, да, правильно. Это я забыл сказать. Значит, ребра проводим в том случае, что вот это вот есть под слово W. Да, спасибо. Это правильный вопрос. Мы рассматриваем только такие стрелки, которые соответствуют. Дело в том, что в нашем случае других не будет. Да, но это имеется в виду, что ребра соответствуют в точности под словам длины N плюс 1. Значит, получается, что у нас вершин столько же, сколько ребер, и граф наш обречен быть просто циклом. Просто циклом. Это значит, что N будет периодом нашего слова. То есть через N шагов мы получим то же самое. Вот, а теперь, да, ну вот простейший пример, как некоторые условия на вот эту функцию, называется функцией сложности. Вот F. В современной литературе это называется сложность W. Сложность – это не число, а функция от натурального параметра. Так вот, значит, этот результат в современной терминологии выглядит так, что если сложность равна N, то слово периодично. А что будет, если мы разрешим слову иметь чуть-чуть большую сложность? Что? Да, 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 да. А теперь мы разрешим, возьмем такое F, которое этому не удовлетворяет, но оно минимально возможно. Возьмем, возьмем теперь, рассмотрим вот такое, такое условие. F от N плюс 1 равно F от N плюс 1. Попросим, чтобы сложность росла минимально возможным образом. Ну, на самом деле, давайте честно скажем, что мы интересуемся сейчас в качестве примера, рассмотрим, что будет, если мы потребуем, чтобы сложность F от N равнялась в точности N плюс 1. Что? N натуральное. Ну, при N равно 0 нормально. Это не страшно. У нас есть одно пустое слово. Пустое слово, конечно, является под словом любого, вообще любого слова, бесконечного, конечного. Значит, что... А что такое пустые буквы? Нет-нет-нет, я не знаю, такого термина нет, у нас пустая буква. У нас слово — это бесконечная последовательность из элементов алфавита. Последовательность букв. Стрелочку проводим, если есть слово N плюс 1, длины N плюс 1, которое начинается с U, а заканчивается на V. Слово длины ровно N плюс 1, никаких... Ну, давайте теперь рассмотрим... Как? А, теперь F от N, да. Да, теперь F от N. А иначе надо N плюс 2 было написать. Значит, что это означает? Две буквы. Получается, что... Да, да, с этого я хотел начать. Что F от 1 — это двойка. Это значит, что мы рассматриваем слова... Ну, давайте, буквы будут 0 и 1. Значит, наше множество — это множество из двух букв. Дальше. Когда мы переходим от N к N плюс 1, у нас возможных подслов становится ровно на одно больше. Это значит, что есть всего ровно... Давайте ведем обозначения кое-какие. Значит, L от N, L, N, T от W — это все подслова, все подслова W длины N. А L от W — это будет объединение по всем N. Так вот, слово U называется специальным справа. Справа называется специальным справа. Если... Ну, если в этом графе из него выходит более одного ребра. То есть, вот я давайте картинку нарисую. Если из него... То есть, когда мы смотрим его... Когда мы смотрим вот подслова в W, которые равны U, за ними может идти обе буквы. Может идти как 0, так и 1. И такое слово, заметьте, для каждого N только одно. Потому что при увеличении N на единицу количество подслов длины N увеличивается на единицу. Сложность увеличивается на... Ну, не сложность, а значение. Сложность увеличивается на единицу. Значит, что мы имеем? Что у нас... Да, и аналогично... Аналогично специальное слева... Если в него входит более одной стрелки. То есть, перед ним может быть любая из двух букв. Так вот, значит, что следует... Что следует из этого условия? Я тут только должен в связи с тем, что я сказал, что я буду рассматривать слова бесконечные в обе стороны. Я должен еще наложить одно маленькое условие, которое для слов бесконечных в одну сторону выполнялось бы автоматически, а для слов в обе стороны надо дополнительно потребовать. Это не очень важное в данном случае условие, но можно будет кое-какие патологические примеры строить, которые на самом деле очень редки среди всех остальных. Но вот из-за них, тем не менее, чтобы утверждение было точным, нужно оговариваться. Значит, условие такое. Значит, доп. условия. Слово W должно быть... По-английски это называлось бы recurrent. По-русски... Вот мне сказали, что... Канель-Белов переводят как рекуррентный. Это, к сожалению... Это, ну, вы знаете, есть рекуррентная последовательность, можно тут запутаться, что означает термин. Давайте я буду говорить о возвращающейся. Мне это слово больше нравится. Означает оно вот что. Что каждое под слово в нем встречается бесконечное число раз. Не бывает, что оно один раз встретилось и больше все. Значит, каждое U встречается W бесконечное число раз. Патологический пример, с которым это условие борется, более-менее сводится вот к чему. Что у вас была последовательность 0, 0, 0, 0, а потом 1, 1 и дальше все единицы. Вот у нее сложность будет ровно такая. Она как бы склеена из двух. Из двух периодических. И... да. Для всех N... Это условие не зависит от N. А вот это, да, это условие для всех. Это условие на функцию. Это минимально... Как мы рассматриваем функцию, которая растет самым медленным образом, так, чтобы никогда не было вот этого равенства. Она добавляет каждый раз по единице. Ну вот самое простое, что может быть. Вот. Если мы теперь посмотрим на совокупность этих условий, и попробуем представить, как выглядит граф GNT, то мы обнаружим, что для него осталось не так много вариантов. Смотрите. У нас есть одна вершина, в которую входят две стрелки. У нас есть одна вершина, из которой выходят две стрелки. Отсюда выходит одна, сюда входит одна. Я здесь предположил, что вершины специальные слева и специальные справа у меня различны. Это не обязательно так. Они могут совпасть. Давайте пока предположим, что различны. Значит, вот у нас выходит три хвоста и... Входит три хвоста. Мы их должны как-то соединить и расставить там вершины. Значит, вот это условие, что наше слово является возвращающимся, отсекает нам возможность, что мы, выйдя по одному из этих путей из специальной справой вершины, опять придем, в конце концов, в специальную правую вершину. Потому что тогда... Потому что тогда можно будет обнаружить подслово, которое встретится в нашем слове лишь в конечном числе. Ну, как бы вот мы... Что это будет означать? Что мы, скажем, давайте как-нибудь их соединим, как-нибудь вот так вот, да? Значит, что мы ходим-ходим по циклу, потом из него выходим и здесь ходим по циклу. И вот этот вот переход, он будет пройден всего один раз. Так что вот возвращаемость слова запрещает нам эту возможность. Единственная возможность, которая тут может быть, состоит в том, что вот этот хвост приходит сюда, а эти два идут туда. Ну и здесь есть какое-то количество... Какое-то количество прочих вершин. Ну, давайте какой-нибудь примерчик нарисую, чтобы было понятно, как это выглядит в реальности. Давайте не очень... Не очень большой примерчик. А был вот такой. Был вот такой вот. То есть вы... То есть вы сначала долго-долго ходите по одному циклу, перескакиваете и потом ходите до бесконечности по этому. Да. Если что? Что значит нет подслов? Давайте я сейчас немножечко про этот граф побольше расскажу. Я его буду изображать... Я немножко по-другому его буду интерпретировать, и тогда будет понятно, как читать вообще слова. Давайте я чуть-чуть скажу сейчас вот про следующую... Ну, давайте я примерчик, во-первых, нарисую. Например, вот какая-то последовательность. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ну и так дальше. Наверное, кусок, который я нарисовал, достаточный. Ну и давайте для n равно 4 я вам просто этот граф нарисую, как он выглядит. Значит, 0, 1, 1, 0, вершина. Сейчас я нарисую пример и скажу, как... Дело в том, что писать эти подслова на самом деле не нужно. Нужно пометить ребра, а не вершины. Сейчас давайте я вот этот конкретно изображу один раз, а потом уже буду пользоваться более совершенной системой обозначения. Значит, стрелочки идут сюда. И как бы мне так его изобразить? Значит, вот так. Значит, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Вот так. Если я ничего не перепутал, то как-то вот так. Значит, вот здесь вот это специальное справа, вот это специальное слева. Они нарисованы немножко не так, как там, но, думаю, не очень сложно разобраться. Значит, рисовать метки на вершинах неудобно. Удобно пометить ребра. А именно написать на каждом ребре первую букву того слова, из которого это ребро выходит. То есть вот здесь написать 0, здесь написать 1, здесь 1, здесь будет 1, здесь 1, здесь 0. И тогда, чтобы узнать, какое слово написано в каждой вершине, надо знать только его длину, в данном случае 4. И пройти по любому ориентированному пути из этой вершины, путь этой длины. То есть вот вы идете 0, 1, 1, 0. А можете пойти 0, 1, 1, 0. Видите, по какому пути вы не пойдете, вы все равно прочтете это слово. Поэтому лучше помечать не вершины, а ребра. Вот, и, соответственно, возвращаясь вот сюда, представьте, у вас написаны на ребрах, значит, у вас ребра все ориентированы, на ребрах написаны буквы. И вот слово, которое будет прочитано при переходе, какое-то достаточно длинное слово, которое будет прочитано и пройдет вот по этому ребру, оно встретится всего один раз. Оно больше нигде. Но если взять достаточно длинное слово, то равных ему больше не найдется. Он не подходил, потому что там будет какое-то подслово, и даже, наверное, не одно, которое встречается в этом слове всего один раз. То есть это был пример того, как то не может быть возвращающийся? Да, это был пример, демонстрирующий, зачем я тут дополнительные условия наложил. Чтобы убрать эти патологические случаи. Они, на самом деле, очень редкие, их там, грубо говоря, их счетное число, а слов, которыми мы будем интересоваться, континуумом. Вот, чтобы эту меру нуль победить, нужно вот дополнительные условия написать. Абсолютно не следует. Вот, да, вот пример, она не возвращается, она сначала идет по нулям, потом по единицам. У нее сложность n плюс 1. Ну вот, значит, теперь я хочу задать вопрос, как меняется этот граф, когда мы переходим от n к n плюс 1. И заметьте, что я нарисовал тут не общий случай, я нарисовал случай, который будет иметь место чаще всего, но иногда у нас специальное слово, специальное подслово «слева» совпадет со специальным подсловом «справо». И тогда у нас будет в графе четырехвалентная вершина. Так вот, если мы посмотрим, теперь забудем про то, что написано в вершинах, а будем смотреть на то, что написано на ребрах. И попробуем представить, что происходит с этим графом, когда… Что происходит с этим графом… Да, я слово забыл сказать, что вот последовательности, которые мы рассматриваем сейчас, это не слова Арнур-Рази, это слова штурмовые. Значит, это штурмовые слова. Их так назвали, вот, Хедланд и Морс, в связи с тем, что с помощью этих слов они описывали динамику нулей решения дифференциального уравнения второго порядка. Они назвали в честь штурма, хотя штурм не рассматривался никакой символической динамики. Значит, вот, возвращаясь к графам. Если мы посмотрим, что происходит, когда мы переходим от n к n плюс 1, то мы обнаружим, что вот в этом случае, когда слева и специальное справа слова не совпадают, что по графу g n тому мы g n плюс 1 можем построить однозначно. И происходит это вот как. Значит, вот у нас под слово специальное справа ребро, которое в него входит, расщепляется на 2. И, соответственно, эта вершина расщепляется на 2. И если опять у нас имеет место такой случай, то есть левая не совпадает с правым, то и на следующем шаге будет то же самое. И единственный вариант, когда у нас есть выбор, единственный момент, когда у нас, ну не единственный, точнее, у нас есть выбор только когда мы, когда g n, у g n совпадает вершина специальная слева со специальной справа. В этом случае, значит, в этом случае, давайте я вот это уже могу стереть. В этом случае. Мы должны расщепить одно из входящих ребер. Давайте мы его расщепим. А выходящие ребра, соответственно, одно из этих будет выходить из этой вершины, второй будет выходить из этой вершины. Теперь как они замыкаются? Вот тут у нас 4 хвоста выходят. Замыкаться они должны так, чтобы топологически получилась снова вот эта картинка. Это значит, что они на самом деле должны идти, вот если рисовать на этой картинке, они должны идти крест-накрест. Иначе мы неправильную картину получим. Вот. И поняв это, да, а дальше смотрите, вот этот граф, он топологически совпадает вот с этим. У нас тоже две различные вершины. Одна левая специальная, другая правая специальная. И дальше вот этот вот кусок графа начнет сокращаться. Давайте его нарисуем. Этот вот кусок графа, вот здесь он вот так выглядит. Он начнет расщепляться. И когда он расщепится до конца, опять будет место, где мы могли бы что-то выбрать. Так вот, все штурмовые слова можно полностью описать. Можно полностью описать, используя эти графы. А именно, можно сказать вот как, что мы стартуем с простейшего графа. Мы стартуем с простейшего графа. У которого две петли, два ребра, образующие петли, одна вершина. Помечаем их там 0,1. А дальше мы расщепляем. Но расщеплять будем не одно ребро, а будем сразу всю ветку расщеплять до конца, чтобы каждый раз приходить вот к такой восьмерке. И каждый раз выбираем расщепить. У нас эти ветки естественным образом будут занумерованы. Занумерованы они тем, какое в них последнее ребро. Вот два входящих ребра, они помечены все время по-разному. Так что у нас есть ветка 0, есть ветка 1. И мы каждый раз выбираем, расщепить ветку 0 или расщепить ветку 1. Единственное требование, которое... То есть у нас получается такой некоторый алгоритм. Мы этому слову сопоставляем некоторую последовательность из нулей единиц, полубесконечную, которая говорит, в какой последовательности мы будем расщеплять эти ветки. И вот эта последовательность, на нее есть только одно маленькое ограничение. В ней должны и нули единицы встречаться бесконечное число раз. Она уже не должна никакой быть там не... Мы не спрашиваем про ее сложность, не спрашиваем про рекуррентность или возвращаемость. Просто нули единицы должны встречаться бесконечное число раз. Она будет называться управляющей последовательностью. Так вот, если мы возьмем любую управляющую, допустимую управляющую последовательность, мы построим некоторое... По изложенным правилам мы построим семейство графов, в которых в вершинах сидят слова длины n. Так вот, если мы теперь... Да, и с каждым вот таким ходом у нас связано отображение. Каждый следующий граф отображается в предыдущей каким образом? Вершины, которые... Вот эти вот две вершины, да, они как бы появились из одной. Мы их отображаем, соответственно, в эту вершину. А вся остальная часть графа, она как бы не поменялась, там соответствие очевидное. Так вот, что нужно, чтобы задать штурмовое слово? Нужна такая последовательность графов, заданная управляющей последовательностью. И в каждом графе нужна отмеченная вершина, которая вот при такой проекции будет переходить в отмеченную вершину предыдущего графа. Вот я утверждаю, что, собственно, теперь штурмовое слово мы можем прочесть в этой вершине, если будем идти... Сейчас, ну тут я немножко, конечно, совру, да. Я совру в том смысле, что мы... Давайте скажу в точности, что будет правдой. Правдой будет то, что мы таким образом можем восстановить вот любое множество слов, соответствующие некоторому штурмову слову. То есть, вот множество слов обычно называют языком. Вот язык мы можем восстановить однозначно по управляющей последовательности. А как по языку описать конкретные штурмовые слова, здесь в этой модели, может быть, не так это легко описать, поэтому я дам совсем простое описание на другом языке. Значит, что такое штурмовое слово? Штурмовое слово. А иначе... Нам надо, чтобы этот граф как бы раздувался весь. Дело в том, что если вы взяли штурмовое слово, то ему соответствует в графике какой-то путь, и он ходит по обеим этим петлям. А если вы стали раздувать только одну петлю, это, грубо говоря, значит... Ну, это противоречит тому, что слово было возвращающимся. Управляющее слово, которое зацикливается на нуле или на единице, оно не может возникнуть. Это соответствует свойству возвращаемости. Так, ну хорошо, значит, как описать все штурмовые слова? Очень просто. Значит, возьмите иррациональное альфа в интервале от нуля до единицы. Иррациональное. Возьмите какое-нибудь число бета. Давайте я прям формулу начну писать. А, Н, Т, А, К, Т. А еще лучше А, И, Т. Значит, берем, умножаем альфа на И. Добавляем сдвиг. Значит, Б просто произвольное вещественное число. Добавляем сдвиг. Берем дробную часть. Если получилось меньше альфа, то пишем 0. Если получилось больше альфа, то пишем 1. То есть последовательности все штурмовые... Вот из этой модели с графами на самом деле не очень сложно показать, что все штурмовые последовательности получаются таким образом. Значит, у вас есть окружность. На ней отмечен... Окружность, я считаю, длины единицы. На ней отмечен сектор длины альфа. Я беру произвольно начальную точку и шагаю с шагом альфа. Иду так вот, периодически шагаю с шагом альфа. Каждый раз, когда я попал в этот интервал, я пишу 0. Каждый раз, когда я попал наружу, я пишу 1. Но математика обязательно спросит, что будет, если я попал точно в конец отрезка. Но вот если я... Вот на этот случай надо делать какие-то оговорки. Ну, понимаете, что это будет... Таких последовательностей будет счетное число, а всех остальных – континуум. Поэтому я сейчас просто про них забуду и не буду уточнять. Вот. Вот так, собственно, описываются все штурмовые последовательности. А теперь что такое слова Арнур-Ази? Слова Арнур-Ази – это похожая вещь. Только мы хотим, чтобы теперь каждый раз добавлялось... Чтобы добавлялось не одно слово. Когда мы переходим от подслов от ln к ln плюс 1, мы хотим, чтобы добавлялся не один элемент, а два. Вообще говоря, можно там произвольное фиксированное число добавлять. Их тоже, по-моему, называют Арнур-Ази, но я буду говорить только про вот следующий случай. Значит, f от n равно 2n плюс 1. Подставляя n, равную единицу, нетрудно понять, что мы будем иметь дело с алфавитом из трех букв. И мы тоже потребуем возвращаемость. И, к сожалению, вот условие наше, что f от n равно плюс 1, его можно обобщить разными способами. И оказывается, что... Дело в том, что оно здесь влекло еще автоматически условие, что у нас есть ровно одно... Для каждого n ровно одно подслово длины n специальное справа и ровно одно специальное слева. Так вот, мы это... Здесь теперь это условие не является независимым. Не является зависимым. Здесь мы его должны... Так, что-то я неправильно написал, извините. Арно, у... Я что-то буквы пропустил, да? Арно, у... Вот так. Здесь мы потребуем это явным образом. То есть мы потребуем, чтобы для любого n было ровно одно... Одно специальное справа. Специальное справа, ну и специальное слева тоже. Под слово. Ну, теперь смотрите. У нас при переходе от n к n плюс 1 должно добавиться два слова. Это значит, что... Вариантов, как продолжить специальное справа под слово, как его продолжить вправо, должно быть не один, как у всех остальных слов, а на два больше, то есть три. Это значит, что специальное под слово дальше, в W, может продолжаться любой буквой. Дальше может продолжаться любой буквой. Что мы получим? Дело в том, что вот эта... Вот эта конструкция, вот это рассуждение, в данном случае прекрасно обобщается. И я сказал, что можно вот тут вот не двойку написать, а любое натуральное число. Просто конкретно для трех буквенных слов Арнур-Ази получается много связей с другими какими-то моделями. Значит, вот этот вот метод с графами работает точно так же. То есть у нас граф ЖЭНТОЙ, он будет иметь вид, в большинстве случаев он имеет вид какой-то такой. Значит, есть одна вершина, из которой выходят три ребра, одна вершина, в которую входят три ребра, и остальные вершины в них одно входит, одно выходит. И время от времени вот этот промежуток между специальной справой и специальной слева будет схлопываться, и мы будем иметь графт, который топологически выглядит вот таким образом. Получается 2, ну, 2Н плюс 1. Нет, все хорошо, должно быть. Да, в чем вопрос? Да, в определении. Нет, нет, нет. Из того, что 2Н плюс 1, это автоматически я сказал, что здесь мы, к сожалению, должны это условие добавить. То есть вот это вот, еще третья возвращаемость. Вот. Да. Что-что? А там, поскольку, как только вы сказали, что вот это слово можно продолжить двумя способами. Все, оно специально, и оно исчерпало лимит. А здесь, понимаете, здесь могло быть, что вершина, из которой выходят три ребра, а могло быть две вершины, из которых выходят два ребра. Теоретически. То есть здесь есть, если вы сказали только вот это условие без этого, то теоретически у вас могут быть два специальных слова, продолжаемые каждые двумя способами. А там способов всего было два, а не три. Ну, не хватает, да, не хватает. Не хватает. Значит, вот. И таким образом, если мы снова мы можем строить последовательность графов, используя, ну, глядя только на те моменты, когда граф выглядит вот топологически таким образом, когда специально слева и специально справа вершины совпадают. И управляющее слово тоже определяется точно так же, только теперь оно состоит из трех. В нем встречаются три символа. Почему-то вот, когда их два, их обычно делают 0,1, а когда 3, то 1,2,3. Значит, управляющее слово, оно теперь вот будет, там, не знаю, один, какое-то слово, в котором все три буквы, 1,2,3, должны встречаться бесконечное число раз, условия то же самое, и по тем же самым причинам. Значит, что теперь можно сказать про эти, про эти слова? Ну, могу вам, ну, не знаю, не хочется времени, могу вам как-то фрагмент привести, но, наверное, не очень это будет полезно. Нет ли, значит, естественно спросить, а нет ли вот какого-нибудь аналога поворота? Нет ли вообще вот какой-нибудь аналогичной конструкции? И ответ на этот вопрос, ну, он не такой, не такой красивый, но некоторые аналогии есть. Значит, во-первых, первое нитриальное замечание состоит в том, что во всяком слове Арнур-Ази, значит, в любом слове Арнур-Ази определены частоты букв. Частоты букв. Частоты букв. Доказывать сейчас, это доказать быстро не смогу. Это утверждение не является тривиальным. В случае штурмовых слов, доказать это довольно просто. На самом деле, вот это вот число альфа, которое здесь фигурирует, связано с управляющей последовательностью очень просто. Если мы возьмем количество подряд идущих нулей, потом подряд идущих единиц, подряд идущих нулей, единиц и так дальше, то альфа это будет просто число, то есть вот здесь это будет там 1, 3, 1, 1, 2, то альфа это будет число, для которого вот это есть знаменатели в разложении в цепную дробь. Я, правда, не знаю, изучать ли в школе цепные дроби. То есть вот альфа, то есть вот альфа будет записываться так. Здесь там 1 плюс 1 делить на 3, плюс 1 делить на 2, вот эти вот числа, это число подряд идущих одинаковых символов в управляющей последовательности. И параметр альфа, может быть не альфа, а 1 минус альфа. Я здесь аккуратно не проверял. Значит, то ли альфа, то ли 1 минус альфа. Это будет, вот надо его просто разложить в цепную дробь. Точнее так, надо взять управляющую последовательность, взять цепную дробь, и вы узнаете параметр альфа. Да. Если взять 2 линейных преобразования, и к цире переходить в к цире, и к цире переходить в к цире, и к цире, и брать им их композицию. Да, да, да. Но я только хотел избегать, избегать слов линейное преобразование. А так, конечно, да. 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 У нас управляющая в одну сторону. Вот управляющая, у нее есть начало. А эти можно такие рассматривать, можно сякие, это вопрос, вопрос вкуса. И такие рассматривают и сякие. Значит, число альфа связано с управляющей последовательностью. Очень просто. Надо посмотреть число подряд идущих символов, вот сгруппировать их, и выписать, сколько подряд идущих, сначала нулей, потом единиц, потом опять нулей, потом опять единицы, и так дальше. Взять цепную дробь с такими знаменателями. Ее значение, это будет, ну, то ли альфа, то ли 1 минус альфа. Это мелкий технический вопрос. То есть это, вот таким образом вы узнаете чистоту, с какой нулей единицы встречаются в штурмовой последовательности, в штурмовом слове. Альфа – это частота нулей. Вот частоты получаются просто алгоритмом типа Евклида. Здесь тоже будет такой алгоритм типа Евклида для определения частот. Но когда частот становится, количество, ну, букв становится больше, чем 2, то, что для любого управляющего слова будут некоторые предельные значения, не является очевидным. А если взять какое-то большое количество букв и какие-то аналогичные задачи, то там это просто будет уже и неверно. Ну, научно это называется, что есть вот системы, которые минимальные, и не строго эрганичные. Вот. Это на самом деле, если вы применяете там любое воплощение алгоритма Евклида, называется ли он машина РИПСа, или он называется там индукция РАЗИ, или как-то еще, то она вам дает тоже такой алгоритм разложения в цветную дробь. Что-то типа алгоритма разложения в цветную дробь. И по управляющей последовательности соответствующей параметры могут не находиться однозначно. Это как раз вот разные значения, разные наборы параметров соответствуют разным инуариантным мерам. Это, собственно, вот это вот явление. Вот. Значит, ну, значит, откуда берутся частоты? Вот, смотрите, дело в том, что этот алгоритм с расщеплением графа. Давайте нарисуем, как расщепляется. Значит, вот у вас был такой граф. Значит, расщепиться он должен... Сейчас, что я нарисовал? Я не то хотел нарисовать, а вот он расщепляется как-то так. И вот это ребро должно идти сюда. А вот эти уже должны как-то там... Ну, ладно, давайте их я как-то замкну. Немножко перекинул я петли сверху вниз. Вот расщепление должно идти каким-то таким... таким образом. Значит, что это означает? Сейчас, у меня тут что-то... Что-то явно не срослось, потому что у меня лишнее ребро торчит. Так, хорошо. Как-то так. Значит, что... И потом мы полностью расщепляем... Полностью расщепляем вот эту вот ветку. Полностью расщепляем ветку, и опять топологически получаем такую картину. Что это означает алгебраически? Давайте я это сотру. Вот у нас на каждой этой петле в графе написано фактически какое-то слово. Там U1, U2, U3. Значит, что происходит при расщеплении? Одно из этих слов приписывается к двум другим. То есть у нас теперь будут слова такие. Вместо U1, U2, U3 будет, например, если мы расщепляем U1, будет U1, U1, U2, U1, U3. Вот происходит на графе вот такая замена трех слов. Это если расщепили U1, а потом, может быть, мы расщепим U2. В общем, расщеплять можем в любой последовательности, лишь бы только все расщепления всех трех типов встречались в бесконечное число раз. Значит, какой отсюда следует важный вывод? Вот посмотрим, значит, в нашем слове, посмотрим на самое первое расщепление. Допустим, расщепляется буква 1. Что это значит? Это значит, что 1 присутствует в слове чаще всего. И она будет обязательно присутствовать перед любой двойкой, перед любой тройкой. И рассуждая симметрично, можем показать, что она будет и после любой двойки, и после любой тройки. То есть вот любая двойка, любая тройка окружена единицами. И рассуждение с графом позволяет увидеть следующее, что если мы теперь возьмем, сделаем такой глобальный search and replace, заменим все вот такие под слова на двойку и все такие под слова на тройку, то снова получится слово Арнур-Ази. Вот берем самую частую букву и удаляем ее, когда она предшествует любой другой букве. И снова получается слово Арнур-Ази. То есть это вот что означает, что какая-то буква должна встречаться чаще, чем две другие в сумме. И когда мы вычеркиваем, вот предположим, что частоты существуют. Что частоты букв, что такое частоты? Это, ну понятно, мы берем очень длинный кусок и смотрим, какова доля буквы 1 среди всех этих букв. Какая доля буквы 2 и какая доля буквы 3. И при удлинении куска, если у нас есть какой-то определенный предел, то мы говорим про частоты. Значит, вот что будет с частотами? Были λ1, λ2, λ3. Какой-то из этих λ больше суммы двух других. Когда мы сделаем вот такую замену, пусть это λ1, когда мы сделаем такую замену, частоты будут пропорциональны λ1 минус λ2 минус λ3, λ2, λ3. Но это теперь не частоты, это три числа, которые пропорциональны. Вот эта тройка пропорциональна тройкам частот. Поэтому, чтобы они стали частотами, их нужно поделить на сумму. Вот, сейчас настал момент, когда надо включать проектор. Настал момент, когда можно включать проектор. Что? Вот, сейчас, сейчас, давайте про частоты я покажу картинку. Да, давайте, действительно, правильное замечание, пока включается проектор. Значит, как еще интерпретировать эту формулу, которая была про штурмовые слова? Я не зря вспомнил про многоугольник. То есть, вот если у вас, если мы возьмем квадрат и пустим луч света под углом с рациональным тангенсом, да, то вот он будет отражаясь, он будет отражаться от вертикальной и горизонтальных сторон. Если мы будем писать, скажем, 0, когда отражаемся от горизонтальной, единицу, когда отображаемся от вертикальной стороны, левой или правой, неважно, то вот мы и получим штурмовое слово. И так, собственно, все штурмовые слова и описываются. Они в точности соответствуют вот динамике луча в квадратном таком бильярде. Для Арнур-Азинь дело немножко сложнее обстоит. Давайте я сначала покажу. Дело в том, что вот эти частоты, они, задать частоты, это более-менее то же самое, что задать управляющее слово. Я говорю более-менее, потому что опять тут нужны кое-какие оговорки. Ну, здесь оговорка простая. Частоты должны быть полностью несоизмеримы. То есть вот эти лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, они должны быть, не должно быть никакой целочислой линейной комбинации, равной нулю. Вот там есть на десктопе, не знаю, как туда попасть. Можно туда? Сейчас. А где десктоп? Вот. Войти. Вот. Ну-ка, есть картинка? Ага. Ее можно как-то сделать F11, мне сказали, да? Так, а как-то ее покрупнее еще можно сделать? Значит, вот этот треугольник частоты образует тройку, сумма которых равна единице. Изображен треугольник, в котором черным отмечены те точки, барецентрические координаты которых. В треугольнике удобно использовать барецентрические координаты. Вот, значит, одна буква должна встречаться чаще, чем сумма двух других. Это значит, что если лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 удовлетворяют неравенство треугольника, то такие частоты не бывают в словах Арнур-Ази. Вот поэтому вырезан средний треугольник. Он соответствует тому, что... Ну, а дальше вот это отображение, которое, к сожалению, я не рассчитал, и оно улетело, стало невидимым. Значит, вот лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, вот эта тройка перешла лямбда 1 минус лямбда 2 минус лямбда 3 делить на лямбда 1. Лямбда 2 делить на лямбда 1, лямбда 3 делить на лямбда 1. Значит, вот это отображение, оно переводит весь треугольник в этот кусок. но переводит не афинным преобразованием, а проективным. А, косок, извините, да, да, кусок переводит, да, да, в обратную сторону. Если бы я плюс написал, то было бы, значит, сюда. Значит, вот оно, один кусок, и снова, если мы попали вот в эту серединку, значит, это плохая тройка, она не бывает тройкой частот букв в слове Арнур-Ази, ну и так дальше. Дальше процедура итерируется, получается вот такое фрактальное множество, которое называется по-английски разигаскет. Впервые оно как картинка, вот такая вот совокупная, было изображено в работе Жильбера Левита 93-го года, где он приводит доказательства, что его мера равна нулю. Ну, то есть вот площадь треугольников, которые мы вырезаем, в сумме есть площадь всего треугольника. Это, кстати, создает проблему при печати такой картинки. Если ее нарисовать совсем честно и поставить на принтер, то на картинке не видно почти ничего. Потому что мера этого множества на самом деле равна нулю. То, что его мера равна нулю, потом на эту картинку натыкались потом независимо разные люди. В частности, вот один мой коллега Роберто де Лео принес мне эту картинку в связи с задачей Новикова. А давайте я сейчас прямо тут, у меня уже есть готовая штуковина для демонстрации. Значит, вот к чему вот эта штука. Этот каркас символизирует некоторую поверхность. Нужно представить, что каждый квадратик на самом деле заклеен. К сожалению, она имеет некоторые степени свободы, в данном случае для нас совершенно лишней. Значит, вот такая поверхность, состоящая из квадратиков. Представьте, что она периодическая во всех трех направлениях. Вот если ее пересечь плоскостью, заданной уравнением. лямбда 2 плюс лямбда 3, х плюс лямбда 3 плюс лямбда 1, у плюс лямбда 1 плюс лямбда 2, z равно нулю, то если лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 вот из этого множества, то вы увидите картинку принципиально отличную от того, как если вы мимо этого множества промахнетесь. Если вы промахнетесь, вы так качественно увидите набор таких конечным образом возмущенных прямых линий. Ну, конечно, не прямых, но таких траекторий, которые получаются из прямой конечным возмущением. И какое-то количество таких замкнутых траекторий. А вот если вы берете типичную точку из РАЗИ, из вот этого фрактала, по-русски, видимо, надо его называть салфеткой РАЗИ, потому что никто другого... Ну да, потому что говорят салфеткой Серпинского. Топологически это то же самое, что треугольник Серпинского. Но это очень в науке, связанной с фракталами, играет большую роль не только топология, но и геометрия. А геометрически это очень разные вещи. Так вот, для типичной точки... Сейчас не буду уточнять, что значит типичный. Для типичной точки этого множества сечение вот такой плоскостью... Да, ну равно нулю и нулю в константе. В константе. Будет состоять всего из одной кривой, из одной связанной компоненты. Это как бы вот типичное такое... Но я еще раз оговорюсь, что слово типичное в случае множества мер и нуль требует очень серьезного объяснения, что это значит. Значит, вот что касается... Что касается аналогов с поворотом. Аналог с поворотом здесь возможен в двух направлениях. Одно направление это перекладывание. Перекладывание арну-разиль. Есть такие отображения, которые называются перекладываниями отрезков. Значит, имеется в виду вот что. Берется отрезок, разрезается на несколько частей, которые как-то маркируются, там не знаю, А, Б, С, Д, Е, или цифрами, неважно. Потом они, значит, отрезок разрезается на эти куски, куски переставляются с сохранением ориентации, с сохранением длины. И как-то переставляются в другом порядке. Там, не знаю, Е, С, Б, А, Д. Как-то переставляются. Ну, вы, наверное, спросите про концы отрезков. Ну, как-нибудь делают, что отображение у нас все время там непрерывно справа. А конец отрезка убирается. Там, ну, это мелкие технические неприятности, которые легко оговорить. Вот. Так вот, есть некоторое специальное перекладывание Арнур-Ази, которое выглядит следующим образом. Берется, правда, не отрезок, а окружность. Но здесь разницы большой нет. Разрезается на три части. Разрезается на три части, которые как раз имеют длину лямбда 1, лямбда 2 и лямбда 3. Вот мы хотим получить слово Арнур-Ази с частотами лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. Вот, оказывается, это можно сделать вот как. Разрежем окружность на три куска длины лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. Зададим отображение окружности в себя следующим образом. Каждый из этих кусков режем пополам. Переставляем местами. Ну, то есть, поворачиваем вот этот кусок сюда, этот сюда. Меняем местами. А потом всю окружность, потом делаем полоборота всей окружности. Значит, потом, значит, полоборота. Получается отображение окружности в себя. Отображение обратимое. Если вот там непрерывность справа потребует, то оно будет биективное. В общем, все хорошо с этим. И слова Арнур-Ази получаются вот каким образом. Слова Арнур-Ази, значит, это отображение, назовем ее буквой Т. Вот мы берем начальную точку, любую, Х, и рассматриваем Т в степени К от Х. Где К может быть и положительным, и отрицательным. В обе стороны можно идти, и вправо, и влево. И если мы попали в этот отрезок, пишем 1. Вот смотрим, куда попала вот эта точка. Если она попала в этот отрезок, пишем 1. Если попала в этот, пишем 2. Если в этот, то пишем 3. Получается слово бесконечное в обе стороны. И вот так получается любое слово Арнур-Ази. С маленькими крошечными оговорками, связанными с тем, что вот когда мы попадаем сюда, там надо чуть-чуть конструкции подкрутить, но это счетное множество на фоне континуального. Так что это можно при грубом рассмотрении игнорировать. Вот. И другая есть конструкция. Да. Смысла. Ну, я не знаю, какой смысл. Дело в том, что ну, это отображение уже не соответствует никакому просто повороту. Оно соответствует какой-то какой-то динамической системе. Вообще, вот, само слово Арнур-Ази само по себе уже определяет некоторую динамическую систему. Так вот. Сейчас еще одну картинку покажу. Так вот, эта динамическая система, она оказывается почти эквивалентна тому, что я вот здесь. Ну, там очень много оговорок, но для того, чтобы ее как-то вот записать какой-то формулой, оказывается, что вот это самая подходящая модель. Ну, почему так? Ну, 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 ну вот так. Перекладывание — это достаточно распространенная область динамической, достаточно популярная область теории динамических систем. Ну, и последнее. Значит, да. Ну, мы определяем отображение. Вот мы переставили, повернули, забыли, где были отметки. Все, склеили обратно. Опять порезали по тем же самым местам, переставили, повернули, опять забыли. То есть, если смотреть, где у нас будут происходить разрезы, вот, если мы итерацию возьмем, у нее уже будет очень много разрезов. Вот отображение для большой степени, оно уже будет перекладыванием очень большого числа отрезков. Там порежется мелко. Ну, и последнее. Значит, вот аналогично этой формуле, аналогично этой формуле можно задавать и типичные слова Арнур-Ази. Но слово типичные опять я оставлю без подробных комментариев. Вот это результат, значит, первое наблюдение было Арнур-Ази, Арнур-Ази, а потом это Паскаль Юбер, Себастин Ферензи. Сейчас я сходу так это, как всегда, забуду, конечно. Значит, это... Сейчас я хочу воспроизвести кусочек результата. Значит, Арнур-Кассейн-Ферензи-Юбер. Значит, смотрите, что можно сделать. Можно покрыть плоскость периодическими... Ну, вот таким паркетом, в котором будет три вида плиток. Три вида плиток. Сейчас покажу, как вы... А, ну, собственно, сейчас я вам этот паркет здесь сразу и покажу. Значит, вот можно покрыть... Давайте Ctrl-L сделаем. Так, это у нас... А, F11 здесь. Вот. Значит, вот тут в серединке, вот не обращайте внимания на этот серый кусок, тут есть красный, синий, желтый, зеленый. А, нет, надо обращать на кусок. Значит, вот этот серый кусок разбит на три, да, таких слегка зеленый, слегка синий, слегка красный. Значит, вот этой штуковиной периодически можно покрыть плоскость. И дальше алгоритм такой. Мы берем точку. Еще с этой картинкой ассоциирован некоторый сдвиг. Идем просто периодически. С постоянным шагом. И когда попадаем в область, закрашенную одним цветом, но красить надо не вот так. Значит, еще раз объясню, как красить. Вот этот вот серый кусок, этот серый кусок разбит на три. Красный, синий и зеленый. Вот этот серый кусок надо дальше продолжить периодически. А сдвиг, здесь я как бы пытался вектор сдвига изобразить. Вот сдвиг ровно настолько, насколько красный кусок отличается от серого. Ну или синий от серого. Эти сдвиги будут давать одно и то же. Значит, вот вы просто идете так вот периодически и смотрите, в какого цвета плитку вы попали. Если первая, то значит цифра буквы 1, вторая буква 2, третья буква 3. И вот так вот получается. Но, к сожалению, не все слова Арнур-Ази. Вот здесь все-таки оговорка там более существенная. А вот в каком-то смысле почти все. То есть слова Арнур-Ази, они тоже любят в науке вот такое свойство получаться вот таким движением с постоянным шагом из чего-то периодического. В науке обычно это именуется квази-периодическим. Вот последовательности Арнур-Ази, они, как правило, квази-периодические. Так, ну у меня, по-моему, время вышло, да? Кажется, я... Так что я на этом остановлюсь. Вот. Спасибо огромное. Хочется кто-нибудь спросить, есть вопросы? Вот эта картинка. Значит, я сейчас открою одну страшную тайну этой картинки. Дело в том, что тут нарисованы не области, а тут нарисованы кривые. Вот тут не зря их нарисовано несколько штук. Значит, вот если... Сейчас мы подвинем. Дело в том, что тут есть красная кривая, синяя кривая, и поверх них нарисована серая. И... Каждый из них можно... Ну, они там разомкнуты все. Найти концы очень трудно. Это минут 10 потратите, пока найдете концы. Но если их замкнуть, то вот это отображение... Значит, и серая получена сдвигом из любой из них. Серая получена сдвигом. Она проходит при этом по трем цветам. Там по красному, зеленому. Так вот, если взять эти куски, сдвинуть все в одну область, скажем, в красную, то получится, что мы красную кривую, вот эту длинную, замкнутую, отобразили в себя, но, правда, разрезав в нескольких местах, да, и переложив. Вот если мы посмотрим, что произошло с красной кривой, то с ней произошло в точности перекладывание арно-рази. Вот, ну, только надо иметь в виду, что все-таки это аппроксимация. Это вот кривая, такая типа пиано. Надо все-таки смотреть на предел. Это отображение символизирует, что между перекладыванием арно-рази и сдвигом на торе есть, как говорят, полусопряжение. Но оно именно полусопряжение, а не сопряжение. Но это уже для тех, кто чуть-чуть поучился на мехмате. Да. Сейчас, вот там вопросик есть. Ну, желтый для красоты. Он желтый, желтый не попал в серую. Видите, с сдвигом я попал только на три из них. В желтую я не попал. Ну, он никаким, я просто взял четыре, четыре таких штуковины, изобразил четырьмя разными цветами, а потом еще изобразил сдвинутую и показал, ну, чтобы видеть, что она накрыла куски трех из них. Это цвета ничего такого важного не символизирует, просто чтобы видеть, чего происходит. А, ну, это некоторое, такой был замысел, значит, он не очень удался, его надо сделать, конечно, метр на метр, значит, смысл вот какой. Это октайдер, у него на четырех гранях нарисован, нарисована вот эта салфетка рози. Если мы мысленно поместим вот сюда фонарик, вот фонарик в пересечении трех вот этих плоскостей, то тень от вот этой салфетки рози будет состоять из вот этих трех. И это в каком-то смысле определение. Это геометрическое определение. Если вот поднести глаза, то можно увидеть, что вот эти три кусочка, вот глаз должен быть вот здесь, да, эти три кусочка будут совмещаться с тремя остальными экземплярами. Это просто вот для наглядности. Но из-за того, что он много лежит сложенный, этот объект, он немножко перекособенился и уже не так красиво выглядит, как сначала. Но тем не менее, что-то можно понять. Да. Как это описывается точка, с которой мы говорим в этот сценарий? Ну, это октайдер получен из тетраэдра отсечением. Вот эта грань, эта грань и эта грань. Вот они пересекаются. Значит, вот тут вот будет точка. А, название есть, конечно. Да, спасибо. Я, правда, когда рисовал, забыл одну тонкость. Вот эти три куска, в идеале, вот эти вот три кусочка, которые тут получились, в идеале должны быть подобны большому, большой области. Это фрактал РАЗИ. Вот есть салфетка РАЗИ, а есть фрактал РАЗИ. Если вы откроете Википедию по словам фрактал РАЗИ, то вы найдете вот это. И такой фрактал можно сделать, ну, для фрактал РАЗИ конкретно смотрят для лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, которые имеют вид, значит, мы берем уравнение, лямбда куб равно 1 плюс лямбда плюс лямбда квадрат. И в качестве лямбда 1 берем лямбда, лямбда квадрат и лямбда куб. А единицу лямбда, лямбда квадрат делить на лямбда в кубе. Вот конкретно для этих чисел будет в точности то, что называется в народе фрактал РАЗИ. Но можно построить и для почти всех других точек РАЗИ ГАЗКИТ аналогичные картинки. Но они там чуть-чуть по-другому выглядят. В общем, это не одна, а их очень много разных существует. И заметьте, что если вы откроете Википедию и посмотрите определение фрактала РАЗИ, то оно будет совершенно не похоже ни на что. Ну, чуть-чуть там будет намек, но будет совсем в других терминах определяться, чем то, что я говорил. Спасибо огромное. Так, вам спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ